здравствуйте дорогие друзья сегодня займемся необычным делом подобным названием рефрейминга сейчас я объясню что это маймонит он назвал идеальный в своем понимании тип человека это ворчеватель душ то есть человек который не просто уже все знает намного и так далее он умеет ворчевать души видит души сегодня мы говорим что это в общем-то психотерапевт кстати психотерапевты это были например огромное количество всех которые продвинули эту науку это в германии их называли психоанализ даже еврейская наука но виктор франк он один из выдающихся психологов психиатров по направлению который логотерапии то есть основаны на поиске смысла жизни были разные подходы подходы все они в общем-то любой подход он снижается на идее выдвинутый учение хаббада в тани что изменив свой образ жизни мы изменяем свое настроение и вообще все вокруг эта теория самого начала была революционная и вообще не похоже было на все остальное одни ученые говорили что характери генетически предупреденные другие что эмоциональная жизнь третье там например павлов что поведение человека предупредляют условные рефлексы согласно всем этим теориям внутренняя свобода наша она в такой жесткой рамке наши характера эмоции там предупредляются не разумом как эти считают они каким-то иными факторами однако вот франко показал что возможен другой подход причем показал это в ужаснейших условиях этих оказывался человек в аушвице оказавшись там в качестве заключенного он обнаружил что нацисты отнимали у людей почти все личные вещи одежду имена все номер у тебя в лагере он меру своих возможностей старался пробудить узников волю к жизни поскольку понимал что любой кто и утратил его дни сочтены и там он сделал фундаментальное открытие он говорил что мы прошедшие через концлагеря можем вспомнить людей которые идя по бараку утешали других отдавали им последний кусок хлеба таких людей было немного но они существовали это доказывает что все это можно отнять все кроме права на свободу его ему надо самому он может человек может сам выбирать как абсолютно относится к любым внешним обстоятельствам которые происходят он сам выбирает свой путь ничего не может здесь помешать что меняет человека вот как бы отношение человека к обстоятельствам зачем нам это надо вера в то что существует задача который человек должен выполнить миссия которую он должен осуществить это что-то когда ты вообще что то есть что ты не завершил что ждет будущем это сильный якорь держащий человека на земле франк обнаружил что по-настоящему важно не то чего же мы ждем от жизни а то чего она ждет от нас и вот некоторые узники утратили надежду и не ждали от жизни чего франк ходил что доказывала одному остался в жил ребенок он говорил да слушайте надо его увидеть один там книгу не дочитал один еще не важно важно что вообще любой человек который на земле у него есть миссия надо это донести до человека и вот он апеллировал к чувству зова из будущего да и он помогал товарищам докопаться даже в то что проходя ущельем во тьме смертной как говорится в этих псалмах вот эта перемена в образе мысли сопряженная вот с этими усилиями она называется вот именно той когнитивно понедельнической терапии который создал на франку переосмысление механизма восприятия то есть вот этот рефрейминг и он вообще под отсылает на скраме метафора рамы знаете какой порой достаточно поменять раму чтобы картина стала смотреться иначе этот закон верен и для нашего отношения к жизни объективная реальность та же самая но в результате рефрейминга мы воспринимаем эту реальность иначе франкут пишет что он смог выжить в аушвице благодаря тому что каждый день он строил такую иллюзию воспринимал все так что находится в университете и читает лекцию о психологии концлагеря и это мысленная установка притворяла все что происходило с ним в серию наглядных примеров там и так далее благодаря этому методу он выжил рефрейминг учит нас что хотя мы не всегда можем изменить обстоятельства нашей жизни но мы можем изменить свой взгляд и самый первый кто это открыл и кто это сделал великий мастер это был йосиф это было это описано в нашей недельной главе вспомните братья продали йосифа в рабство 13 лет он в неволе 22 года в разлуке с родными обидно должна быть все и он возвысился над этим всем и что он говорит братьям после когда он не бойтесь разве вместо бога вы задумали против меня зло но бог все переделал добру и это не бойтесь я буду обеспечить то есть йосиф переосмыслал свое прошлое он больше не считает себя жертвой несправедливости он воспринимает себя как человека которого бог поручил особую миссию спасти жизнь людям дом от голода и так далее целые регионы вот и все и йосиф сам того не знаю он предвосхитил одно из величайших направлений современной психотерапии он продемонстрировал могущество вот этого рефрейминга смены сознания мы не можем изменить прошлое но изменив свое отношение к прошлому к настоящему мы повлияем на будущее какой бы ситуации мы не оказались переосмыслив свое отношение к ней мы можем полностью изменить свою реакцию на происходящее это даст нам возможность выжить мужество и так далее вот так тора учит нас всему том числе и вот таким умным вещам как рефрейминг брахава от слаха вот так 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 вот Продолжение следует...